Пожалуйста, мы сейчас пришли к важной теме с вами. Пожалуйста, сейчас меня выслушайте. Это очень важно. Люди в страсти думают, что надо что-то рубить. Это вообще, эта идея, она идёт от незрелости и непонимания, как устроена жизнь. Поймите, что ваша задача просто углубить свой вкус к чистой и светлой жизни. Надо слушать лекции, надо ходить на духовные программы, есть возможность съездить в отпуск на какое-то святое место. Съездите на фестиваль «Благость». Вот те, кто ездили, они никогда это не забудут в своей жизни. Так это или нет? Да, то есть это уникальное время, когда человек просто всё меняется, у него перезагрузка происходит в его жизни. Ищите способ этой перезагрузки совершиться. Приходите на лекции, на духовные программы, когда есть время. Питайтесь духовной энергией. И когда придёт время, семя чистоты войдёт так сильно в ваше сердце, что всё ненужное или часть ненужного уйдёт из сердца само. Понимаете, я проводил исследования, удивительные вещи я узнал, и они подтверждают в Священное Писание то, что написано в Ведах. Смотрите, оказывается, допустим, есть 100 человек, да? Мы проводили статистику. 100 человек, которые курят, они слушают мои лекции. Из них, допустим, человек, из них 50 человек полностью бросают курить по статистике через два года слушания лекций. Причём из этих 50 только 5, только 5 бросают курить силой воли, заставляя себя бросить. А остальные 45 человек бросают курить само собой, вообще не задумываясь об этом. Представляете? Само собой. И то же самое статистика, где-то 51% людей полностью бросают пить, слушая лекции два года. И то же самое, из них маленький процент, только те, которые заставляют себя не пить, а все остальные просто забывают, что им надо выпивать. Они просто, у них потеряется потребность в этом. Понимаете, о чём я сейчас говорю или нет? Что всё в этом мире, всё в этой жизни на самом деле протекает не так, как мы думаем. Самая главная ценность жизни человека — это вкус, высший вкус, вот этот вот вкус чистоты, любви, святости, как можно глубже захватить в сердце, как можно глубже взять в себя. И когда этот человек этот вкус туда помещает, в своё сердце, то всё ненужное отваливается постепенно само. И человек уже не парится по поводу курения. Он знает, что он точно бросит, и он сегодня покурил одну, завтра половину. Он уже не беспокоится, потому что человек беспокоится только потому, что его манит эта сила, она его душит. А когда эта сила ослабевает, желание курить в сердце, тогда она его и не беспокоит. Если уж говорить о курении, то причина курения ясна. Это усталость. Есть физическая усталость, она преодолевается отдыхом. Допустим, люди на Волге купаются, сейчас на солнце. Они восстанавливают своё здоровье, они отдыхают, но при этом они от вредных привычек не избавляются. Так ведь? Купанием и отдыхом на пляже. Вредные привычки — это другая усталость. Люди курят, потому что они не могут держать груз судьбы. Груз судьбы, когда давит на сознание, человек должен снять напряжение с себя, и он снимает искусственным образом, потому что другого выхода нет. У него нет другого способа. Но когда человек с помощью духовной силы, когда он начинает святость чувствовать, когда он начинает чистоту чувствовать, начинает молитву чувствовать, пусть даже от тех, кто других, кто читает эту молитву, что происходит у этого человека в этот момент? У него напряжение внутреннее, которое заставляет его курить, ослабевает, и человек в результате теряет потребность. Ему не так надо уже. Привычка осталась, потребности нет. Она потом растает сама, и надо беспокоиться на этот счёт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова